Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что нужно приговорить к пожизненному заключению участника митинга у здания Верховной Рады, который бросил гранату, в результате чего погиб солдат-срочник. Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. После голосования у здания Рады произошли столкновения националистов и радикалов с правоохранителями. В результате, по последним данным, около 100 человек, включая правоохранителей, пострадали, солдат срочной службы Нацгвардии скончался в больнице от осколочного ранения в сердце. «Как гражданин Украины, я требую в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса Украины пожизненного заключения для человека, который бросил гранату, в результате чего погиб срочник Нацгвардии Украины», заявил Яценюк журналистам в понедельник. Он также обратился ко всем политическим силам, в первую очередь, к коалиции, с требованием публично осудить данное преступление и те политические силы, которые стояли за дестабилизацией страны и за убийством молодого парня. Продолжение следует...